Норвегия является одной из стран, оказывающих Украине помощь и входящую в десятку таких стран именно военную помощь. То, что завтра состоится в Осло, там будут участвовать министры обороны разных стран, соответственно, там будет решаться вопрос безопасности и вопросы международной структуры безопасности после полномасштабного вторжения России в Украину. Что касается помощи в Украине в военно-оборонной сфере, это действительно сейчас выходит на один из таких передовых уровней. Сейчас мы общались с министерством обороны по оказанию помощи Украине на уровне предоставления вооружения, высокоточного вооружения, которое может использоваться в Украине. То, что вы видели недавно в медиа. Кроме того, сейчас были поставки того, что уже у них было на складах. Сейчас идет речь, что есть смещение акцентов по поставкам, то есть закупка нового высокоточного оборудования, которое может использоваться в Украине. Также помощь с ремонтом этого оборудования, как в Украине, так и на территории Норвегии, так и на территории других стран. А также они достаточно много помогают обучать наших военнослужащих. Раньше это происходило только на территории других стран. Польша, Британия, Германия, другие. А теперь можем похвастаться, что очень большое количество украинских военнослужащих проходили обучение именно здесь, на территории Норвегии. Это действительно большой такой прорыв последних месяцев, который ставит Норвегию на одну ступень с другими странами, предоставляющими высокоточное вооружение и военную поддержку Украине. Кроме того, они участвуют в проекте. Это траст по разминированию. Они также оказывают помощь по лечению украинских тяжелобольных военнослужащих. Кроме того, на следующий год также предусмотрена помощь, которая будет голосоваться уже на следующий год, в декабре, 13 декабря. Поэтому мы ожидаем еще лучших решений на этот счет. Есть уже предварительные договоренности, о которых я сейчас не могу сказать. И также мы нарабатываем возможность использования сверхприбыли, которые приносит Норвегии энергетика. Сейчас, поскольку изначально было достаточно скептическое отношение некоторых норвежских политических партий к этому вопросу, сейчас оно склоняется к положительному ключу. И мы надеемся, что часть сверхприбыли можно будет направить также на помощь Украине. Это тоже достижение из последних месяцев. И очень надеемся, что нам это удастся все-таки реализовать. Пока говорить рано, как на самом деле все произойдет. Потому что процесс принятия решений здесь довольно длительный и довольно такой непредсказуемый. Иногда. Но мы надеемся на лучшее положительное решение для Украины. И что Норвегия останется на передовых позициях по поддержке Украины и в оборонной сфере, и в военной сфере, и по оказанию гуманитарной помощи и в медицинской сфере, и в других сферах. Норвегия – это одно из достижений последних месяцев. То, что Норвегия действительно начинает рассматривать Украину как такого надежного партнера. Особенно после инициативы «Grain from Ukraine», где Украина заботится не только о своей собственной безопасности, о получении гуманитарной помощи, а также думает о других странах, представляющих интерес для Норвегии. Это также поднимает имидж Украины как надежного партнера, с которым нужно вести дискуссию и переговоры.